Троллейбус не просто один из любимых видов общественного транспорта видновчан, но еще один из самых востребованных. По городу курсируют 17 машин, которые переводят более 6 тысяч пассажиров ежедневно. Хочу поблагодарить всех вас за многолетнюю, ежедневную, сложную, напряженную работу. Коллектив видновского троллейбусного парка на деле доказал, что способен решать самые сложные, нестандартные задачи. Желаю им, естественно, процветания, всем здоровья, счастья, успехов, терпения в нашем нелегком сегодняшнем дне. И благодарю их за их такую хорошую работу. Жители очень довольны. Это самый любимый транспорт нашего округа. Видновский троллейбусный парк – ключевое и значимое предприятие округа. Это подтверждают ежегодные высокие производственные показатели. Я считаю, что сработали за 9 месяцев мы достойно. Выполнили все плановые показатели, все намеченные результаты были выполнены. Мы финансово стабильны, имеем финансовую подушку на случай каких-то кризисных ситуаций. В коллективе Видновского троллейбусного парка трудится 115 человек. Помимо водителей здесь работают технические и административные сотрудники. Транспортная отрасль – это не только водители, но и все служащие, ИТР, начиная с ИТР. Потому что все зависит от того, как будут готовы все и документы, и все обслуживание. И тогда водитель может спокойно выйти на линию и перевозить пассажиров. Более 20 сотрудников троллейбусного парка в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта получили грамоты и благодатственные письма. Среди награжденных – контролер Ольга Маркина. Помочь, если что-то водителю, ну если вдруг. Ну и вообще посмотреть за чистотой троллейбусов. Мы тоже смотрим, чтобы на мойку зайти, посмотреть, чтобы троллейбус выходил на линию всегда чистый. Многие работники трудятся с основания предприятия. И со временем это место стало их вторым домом. Главный механик Владимир Кибец даже участвовал в строительстве парка. Когда живешь в одном месте и работаешь в одном месте, то, наверное, это удобно и хорошо. Почему? Потому что многие люди тратят время на дорогу, обратно. Тут, живешь тут, пришел на работу, как второй дом. Стоит отметить, что в дружном коллективе организации работают творческие люди. Начальник административно-хозяйственного отдела Татьяна Скоринина поет в хоре «Россияночка». Для своих коллег она подготовила несколько музыкальных выступлений. Все праздничные мероприятия проходят с нашим хором. Вы прекрасно это все знают. И здесь просто ребята уже привыкли, что я как-то их тут поддерживаю. Поэтому я здесь сегодня. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.